Приветствую вас, Александр. Хотел бы начать свой ответ я с того, чтобы уточнить. Вы какой вопрос хотели бы задать нам, психологам? Понимаю, понимаю вас, что неприятно то, что вы узнали. Понимаю вас, что вы испытываете шок, разочарование, злость, раздражение, возможно. Всю гамму чувств вы используете, да. Но, пожалуйста, сформулируйте свой вопрос. Чего вы хотите именно от психологов? С каким вопросом вы пришли к нам? С каким запросом вы к нам обратились? Что-то с вами произошло, это неприятно, безусловно. Понимаю вас. Но вопрос-то свой вы никогда не задаете. А вопрос-то очень важен. Потому что без вопроса, по сути, нельзя оказать вам какую-либо помощь. Но, опять же, просто потому, что мы не знаем, какого именно ответа вы от нас хотели бы. Поэтому, естественно, я надеюсь, вы постараетесь отнестись с пониманием к тому, что я вам говорю. Далее. Следующий важный момент, на мой взгляд, который нужно вам обязательно разобрать. Вы сказали, что вы узнали о том, что вы, значит, ну, что вы не второй, как думали, в начале, а двенадцатый. И здесь сразу возникает вопрос. Узнали от кого? Если от своей жены, то, соответственно, при каких обстоятельствах вы об этом узнали? Почему поднялся этот вопрос, почему вы стали его вообще обсуждать, чем это было продиктовано? И именно, в вашем случае, потому что, ну, вот, пока, как это видится мне, мне, ситуация вообще не столь обнозначна. Хотя, конечно, вы, наверное, посчитаете, что тут у вас все понятно. То есть, откуда узнали, это первый момент. Первый и важный момент. Откуда узнали. Далее. Значит. Хорошо. Вы были не второй, двенадцатый. Какую мысль у вас, условно говоря, породила данное открытие? То есть, опять же, условно. Стали ли вы хуже, например, о себе думать? Если да, то почему. Стали ли вы хуже думать о своей супруге? Опять же, если да, то почему? Это все очень важные моменты, о которых я хотел бы, чтобы вы подумали. Это действительно моменты очень-очень важные. Потому что, если вы, как бы, вот, позволяете, условно говоря, себе втравливать вас в такие вот разговоры, да? Если вы вступаете в эти обсуждения, то я полагаю, что ситуация довольно серьезная. Серьезно, я бы хотел, чтобы вы, я бы очень хотел, чтобы вы, ну, серьезно об этом подумали. То есть, вот, что изменилось теперь у вас по отношению к жене? Ну, был, были у нее мужчины до, значит, с того, как вы стали, ну, до того, как вы стали быть вместе. Были у нее мужчины другие. Не хотела она вам говорить. Ну, в принципе, реакция вполне понятна. Реакция вполне нормальная, это. Вы почему стали думать-то хуже о себе, например, или о ней? И что вас шокировало? Или то, что она вас обманывала, вам больше всего не понравилось? Что-то она вас обманывала, соврала вам. Опять же, здесь нужно подумать, что человек, что именно вот ее, вашу жену, заставило вас обмануть? Что заставило ее вас обманывать? По факту, я вот очень бы хотелось, чтобы вы об этом подумали, как следует, потому что момент этот очень важен на самом деле. Что заставило вас, по факту, думать хуже, либо о себе, либо о, там, либо о ней. И что дальше вы собираетесь с этими мыслями, как-то собираетесь с ними поступать? Это вот важный момент. Далее. Были ли у вас, например, с супругой какие-либо проблемы вообще? И как вы их решали? Я, опять же, должен вас об этом спросить, ну, потому что вы задаете свой вопрос психологом. И чтобы вам помочь, все это нужно знать. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...